ПОДПИСЬ НА КАНАЛ Продолжаем помогать детям Атланом, продолжаем смотреть, что вот это можем сделать. Нам нужно раздобыть воспоминания Димы, того самого андроида. Он вроде как уже на месте, практически здесь. Ну-ка, привет, Зилотвэр. Извините. А, да, то есть, Слава Астоп, вы же наобращенный, вы не видели брата Девина, хилого парня, который молится в одиночку. Да, он мне встретился, а что? Видите ли, брат Дейн постится давно, он еще не ест, только пьет радиоактивную воду, ждет знака от Атома. Большинство людей, это показалось бы достойным восхищения, так жертвовать собой ради Атома. А вы что скажете? Ну, это же его выбор, да? Кто мы такие, чтобы ему мешать? Вам легко говорить, но... Слушайте, мы с Девином, в отличие от всей остальной семьи, решены богословление Атома. Радиация для нас губительна. А Девин думает, что если он будет поститься и не принимать лекарства, Атома не спошлёт ему откровение, ну или что-нибудь в таком духе. Я пытался с ним поговорить, но он меня не слушает, как и всех остальных, считая, что его план просто блестящий. Я знаю, что мы незнакомы, но если бы убедили его пристать поститься, я был бы перед вами в долгу, поделился бы своим средством от радиации, даже рецептом. Над этим шутки всегда нужны. Что скажете? Поговорите с ним? Ладно, я с ним поговорю. О, спасибо, но, пожалуйста, сделайте это быстрее, он уже не очень хорошо выглядит. Окей. Ничего себе прикольная броня, Кейт. Прямо вообще что-то невероятное. Ладно, в любом случае, все три точки выше. Пойдём туда искать. Так. Где-то на этом уровне. Золотые часы. Так. На, вот и ты. У меня для тебя работа. Я в твоём распоряжении, великий Золот. Есть одна женщина из нашей семьи, по крайней мере была, Гвинет. Она перешла на тёмную сторону. Исповедник приказал Зилуто Тейл найти её. Наритичка ловко замела следы. В общем, теперь Гвинет открыто отрисает учение Атома и оскореняет свои ереси и наши святые места. Верховный исповедник хочет, чтобы её нашли и казнили. Я найду её, великий Зилот. Хорошо. Поговорите Зилотом Тейл, он может направить вас по следу Гвина. Слышите правосудие Атома над ретичкой. Ну, идите. Окей, свершим, только подожди. Так, Девин. Так, ещё. Ядро. Переборка. Ну, привет. Проявите уважение, вы ведь в священных залах. Хорошо, хорошо. Здравствуй, великий Верховный исповедник. А, от меня нашли слухи о наобращенном. Добро пожаловать, брат. Что ты чувствуешь, заняв место среди избранных Атома? Это честь для меня, Верховный исповедник. И раз, что ты так думаешь. Многие были отрыны имену с Атома. Позвольте задать тебе вопрос. Тебе ведь уже делилось побывать в Фархаде. В Фархарборе, да? Увидеть его барьеры, защищавшие от святого Томана Атома. Как вы же не отказывается покинуть этот остров, его царство? И что, по-твоему, нам нужно было делать? Договориться уничтожить Фархарбор так узрасть, я не знаю. Договориться. В таких случаях я пытаюсь договориться с людьми. Думаешь, мы не пытались? В течение многих лет мой предшественник молил о мире, а Фархарбор все укреплял в свой бастион Ереси. Мы пытались помочь им, подарить им свет Атома. Ради этого многие наши братья и сестры даже удали жизнь. Но теперь Верховный Исповедник я, так что это время прошло. Все враги, будь то Фархарбор, трусливо дрожащие своими драгоценными конденсаторами, или тот древний робот, прячущий свое воспоминание о нашем доме, все они должны признать, что этим островом правит только Атом. Но если мы не сможем победить, если не будем едины, Атом требует верности от своих детей. Примей это, и ты вольешься в семью. Тебе нужно было что-то еще? Давайте покажем Идол. Мне удалось найти этого Идова, Великий Зил и сказал, что вам стоит на это взглянуть. Неужели это Мать? Значит, слухи оказались правдой, и тебе явилась Мать Тумана. Многие из нас проживают всю жизнь, так и не стискав подобной милости. Дитя мое, похоже, что он ждет тебя великих дел, значит, я тоже. Тебе нужно было что-то еще? Доступ к воспоминаниям Димы. Значит, до воспоминания этого робота, мне удалось найти способ открыть их. Знак? Атом милосердный. Могу лишь представить себе, что тебе пришлось сделать, чтобы добыть эту информацию. Но не забывай, все, что найдешь, нужно сразу приносить мне, и я спряжусь, чтобы тебя пропускали без лишних разговоров. Не будь осторожнее. Слишком много наших братьев погибло. Пытаюсь узнать секреты этой проклятой машины. Ну, иди. Приветствую тебя, дитя мое. Что тебе нужно? Мне бы хотелось помочь семье, я могу что-то сделать. Легко. Один из членов нашей маленькой коммуны уже давно меня напряметь. Мое собственное расследование принесло результатов, а вот ты здесь относительно недавно, поэтому тебе будет легче выяснить истину. Поручаю тебе заняться этим человеком. Если найдешь доказательства, ереси или предательства, принеси их мне. Докажи, что тебе нужно доверять, я награжу тебя. А что мне именно нужно искать? Твердое доказательство заговора против меня и семьи или неуважения к святому Атому. Подобные проступки недопустимы. Хорошо будет исполнено. Великолепно. Принеси мне все, что найдешь. Вот это человек. Обыщи здесь все. Это твой шанс принести пользу Атому. Охота на ведьм. Хорошо. Победа Атому, говорит, неизбежна. Терминал в гробнице. Не думая о святом судне, думая о жертвах нашей семьи и вспоминая грехи и честивого Фар-Харбора. Интересный терминал. Где мы вообще-то полхера? Если ты ищешь гробницу, то она вон там. Моя работа поддерживает здесь порядок. Если хочешь что-то пальцем троните, я вам руку оторву, ясно? Ясно, ясно. Яснее ясного. Ох, тут радиация. Матери божьи, какая жесткая. Дантер один. Еще один. Стимулятор. Еще один. Ну так и что, есть ваша гробница? Ничего интересного нету? Просто бочки с радиацией. Я, блин, думал. Ладно, хрен с ним. Погнали отсюда. Даже поспать тут не могу. Ай, господи, боже мой. Если что-то, кнопка там была, которую можно было нажать. Наверняка от этой хрени. Да что это за хрень? Вот еще вопрос. Ладно, в любом случае. Тут мне больше делать нечего. Нифига себе. Это прямо смолеков скейта в шкафу, только скейта на полках. Прям целая комната со своими собственными скелетами на полках. Обалдеть. Реально обалдеть. Любопытное местечко, ничего не скажешь. Стойте, это же вам елась мать тумана. Значит, атом за вами приглядывает. Да, да, да. Все верно, приглядывает. Все так и есть. Так и не с ним понимаю, куда мне дальше идти. Стимулятор 1, кстати, возьмем. Пригодится в хозяйстве. А, вот, наверное, сюда. Ну да, конечно. Так, ладно. Интересное место, но все еще. Давайте сначала всем им поможем, а потом уже их уничтожим. То есть выполним все вот эти квесты, чтобы уж наверняка и по помощи, и по уничтожению тоже. Ну их нахрен. Так. Где это мы в итоге оказались? Это хрен знает где. На самом верху. Я знаю, что ты слышишь меня. Пожалуйста. Кнопка. Идут ремонтную работу считать. Идут ремонтную работу, сестра Мэй. Помощь сестре Мэй. Так, ладно. Инфо. Задание. Поговорить с Зилотом Тейл. Убедить брата Девина прервать пост. Эритичка. И охота на ведьм. Все вот эти квесты поставим. Давайте со всеми с ними поговорим. Вот он, брат Девин. Начнем с тебя. Привет. Святой Атам, отсюда я... Это вы? Ох, святой. Так, секунду, сейчас. О, извините, брат. Я думал, что вы... Неважно. Вам что-то нужно? Да, выглядит реально хреново. Вы просто так здесь сидите? Кажется, вам нужно новое хобби. Похоже, у меня и продушаткий вид. Но я не могу уйти. Атам явился ко мне. Я должен исполнить его волю. К вам явился Атам. И что же вы видели? Мое спасение. Много лет Джет был для меня смыслом жизни. Однажды в лесу, когда я осквернил им свой организм, с неба ко мне спустилась фигура. Зеленая олень, окруженная святым сиянием. Он приказал мне отправиться в ведро, отказаться от греховных дел и полностью посвятить себя Атому. Награду за преданность Атам пришлет мне еще одного посланца, который навсегда освободит меня от оков. Вот почему я должен ждать, брат. У меня отличные новости. Я посланец Атума. И я здесь для того, чтобы освободить тебя от оков. Вот так. Только Атам требует, чтобы ты больше никому об этом не говорил. Вы, вы есть посланец? Оковы исчезли? Исчезли, да? О, спасибо, спасибо, ваше сиятельство. Не бойтесь, посланец, я сохраню вашу тайну. О Атам небесный, я благодарю тебя. Даже не верится. Его посланец. Беги. Тьфу. Вслед. Щенок. Ну все, с этим мы собрались. Одной проблемы меньше. Давайте дальше пообщаемся со всеми. Так, Зилат. Наверное, тот человек, которого отправили к источнику. Навижу, утряли рассудок, так что, наверное, все пошло хорошо. Что показал вам святой Атам? Женщина отвела меня к небольшой часовне. Великий Зилат сказал, что ее зовут Мать Тумана. Ха? Вы видели Мать? Как? Не наше дело ставить под сомнение планы Атамы. Если я или другие Зилаты что-нибудь могут сделать для вас, только скажите. Меня прислал Великий Зилат. Расскажите мне о сестре Гвинет. Хорошо. Я уверен, что Великий Зилат уже сообщил вам о том, что Ката Гвинет принадлежала к нашему Ордену. У нее бывали странные перепады настроения, но ее все равно любили. Великий Зилат точно проявлял к ней симпатию. До тех пор, пока она не предала Атаму. Моей задачей было найти ее, но Гвинет всегда была умна. К стыду своему я должна признать, что потерпела поражение. А что заставило Гвинет отвергнуть Атам? Я могу рассказать только то, что я видела. Она тихо молилась, потом вдруг скачала и закричала, что Атам это ложь. Когда Тект подошел успокоиться, он ударил его с такой силой, что он упал на землю. Увидев, что она надела, она бежала. Тект хотел отправить за ней погоню, сделать ее примером для всех остальных, но не может принимать такие решения. Исповедник Мартин потребовал, чтобы мы ждали, и надеялись на ее возвращение. К сожалению, этого не произошло, и мы решили, что она погибла. Так закончилась история с Гвинет, по крайней мере, мы так думали. Впоследствии, непослушник видел ее у одного из самых святых мест, но она быстро скрылась в тумане. Вскоре после этого начали проявляться эритические сообщения, и мы поняли, что это она. Я найду сестру Гвинет. Я надеюсь, что милостью Атамы сделаете то, что не удалось мне. Для начала нужно обыскать святые места, возможно, там и найдете следы, которые я пропустила. Осмотреть святые места. Хорошо. Посмотрим. Далее. Сестра Мэй. Тебе помощь нужна была. Я ненавижу брать деньги из сценария одноверцев, но ассортимент сам полоняться не будет. Вам что-то нужно? Может, вам нужна какая-нибудь помощь? Ну, у меня есть один проект, который вроде как забуксовал. Вы уже видели старые обеззараживающие арки у входа. Я уже много лет пытаюсь их почистить, но ничего не выходит. Мне нужен гулятор насоса с хорошим покрытием, промышленного типа. Я его где на острове не можно найти, так это на фабрике лимонада Вим. Правда, там полно мутантов, но если вы готовы заняться этим делом, то я вас награжу. Ну что, согласны? Ладно, я найду для вас гулятор насоса. Серьезно? Потрясающе. Наверное, он должен быть рядом с цехом, где проходит смешивание. Только берегите себя, ладно? Ну что, вам покатать что-нибудь? Не сегодня, иди с атомом, брат. Начато омовение. Хорошо. И получается, вот там у нас еще внизу. Твою мать! Ой, твою мать! Ну не настолько же внизу-то, боже мой. Обидно. Где был своих последний? Так я и думал. Жесть. Ладно, сейчас быстренько. Быстренько все обратно поставим, ничего страшного. Поехали. Давай, давай, скорее, скорее поднимай свою сраку. Негде мне с тобой долго стоять. Вам что-то нужно? Так, поехали. Вам нужно новое хобби. Воля атома. Воля атома. Так, я посланец атома. Отлично. Готово. Далее. Так, далее мы там прочитали записку. После этого появилась помощь Мэй. Давайте прочитаем записку тогда еще раз сначала. Здесь быстренько. Идут ремонтные работы. Сестра Мэй. Да, помощь Мэй появилась. Отлично. Надо же было так зафылить и свариться вниз, а. Обидно. Досадно. Ну ладно. Так, теперь с тобой пообщаться. Так, мать тумана. Сестра Гринз. Что случилось? Я найду ее. Готово. Так, теперь Мэй. Кто это? Архимик. Новое пополнение в нашей небольшой семье. Здравствуйте, дитя. Если вам нужна помощь, я готова ее оказать. Если вы в нужде помощи, вы пришли в правильное место. Я надеялся, чтобы купить какие-то употребления. Ну, короче, местный доктор. Давайте посмотрим, чего у него есть интересного. Особо ничего. Окей. А то у него есть немножко крышек. У меня есть немного двояных денег. Почему бы нам не совместить приятное с полезным и не менять? 711. Ну, 708 тогда. Готово. Принять. Отлично. Так, теперь ты, родная. Сестра Мэй. Ай, какой обмен. Не нужен мне был обмен. Не-не-не-не. Сестра Мэй. Это, может быть, вам нужна помощь. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Дальше, дальше, дальше. Лимана Твим. Я найду. Ага, ага, ага. Отлично. Мановение готово. Переделываем быстрое сохранение и пробуем еще раз прыгнуть вниз, но на этот раз не убиться. Напрочь. А прыгнуть аккуратно. Вот так. У вас все получилось. Слова Атому получилось. Вот, держите. Можете забирать понемногу из каждой партии. А если я еще что-нибудь могу для вас сделать, только скажите. Рецепт отвара. Испытание так на уровне получили. У вас зелья осталось? Оно закончилось. Задача с парой дней. Может, вам что-то еще нужно? Да пока больше ничего. Ладно, берегите себя. Так, что за зелью он мне дал? Давайте посмотрим. Это наверняка у нас получается предмет и помощь. Зелье Уэйра. По-моему, так оно называется, да? Или нет? Да не, не вижу я такого тут зелья. Стелс Бой, стейки. А, отвар Уэйра. Радиация минус 100. Ящики здоровья плюс 100. Неплохо. Неплохое такое зелье. Так, у нас еще 48 метров до какого-то еще, около 100 и 15 метров. Это до выходов, я так понимаю. Да, это, по-моему, идти на выход просто, она просто показывает. И в том, и в другом случае. Окей. Давайте выйдем, посмотрим. Любопытно, любопытно. Понабрали кучу квестов. Это, конечно, не совсем то, что я хотел. Я хотел прийти и получить доступ к воспоминаниям Дима. Но для этого начала нам придется, видимо, помочь братству атома. Так, карта. Осмотреть святые места. Осмотреть святые места. При этом у нас еще есть, конечно, какой-то квест внутри все-таки. Там что-то еще осталось. Получить доступ к воспоминаниям Дима. Ну, видимо, потом. Ладно, давайте сначала осмотрим святые места. Хрен с ним. Так. Немножко искупаться ради этого. Ой, как много радиации. Ой, как много радиации. Сейчас будем вводить ее вот этим отваром целебным. Давайте, наверное, тогда предметы. От Варуэра. Очень мало радиации набирает, поэтому пиваем весь. Тоже радиацию убирает. Тоже. Ну, так получше будет. Окей. Варим наверх. Поднимаемся. Э, прыгаем, прыгаем. Отлично. Так. Где-то там. Глянем быстренько на карту. Да, мы двигаемся в правильном управлении. Там у нас первое из святых мест будет. Где-то в тех степях. Эх, прохладная радиоактивная водичка. Что может быть лучше? Что может лучше взбодрить по утру? Не так ли, Кейт, кстати, где она? Ладно, надеюсь, что все еще где-то со мной. Хрен с ней. Давайте поднимемся. 50 метров осталось до цели. Где-то здесь должна быть их святыня. Я пока все еще не наблюдаю, где. Ну, в принципе, нужно еще выше подняться. Эх, допрыгали. Отлично. Еще выше. Вот там вот. Уже видно. Светилище сияющей вершины. Так, что мы тут имеем? Ящик с зазовочаткой закрытой. Мы здесь имеем. Попробуем открыть его. Твою мать. Минус шпилька. Ну, благо, это не с Карим. Тут у нас шпилька до хрена отличается. Карим, это с Кариминус. Там их там около трех штук в наличии. Кейт, это понравилось. Это хорошо. Так, что мы тут имеем? Обрывки плаката. Вейк. Обрывки какого-то плаката. Не похоже, каких-то частей не хватает. Маст фром сломбер. Беливен. Нифинг. Но элемент с норфс. Ну, короче, типа, вы должны поверить мне. Все это шляпа, говорит. Я вам докажу. Ладно, полплаката получили, короче. Но это полплаката не весь. Поэтому гоним дальше. Нас ждет вторая половина, видимо, плаката. В следующем святом месте, скорее всего. Заглот-пожиратель. Молодой заглот. Не очень-то охота с ними сталкиваться, честно говоря. Тут мы валили кротокрысов. Помню, помню. Ну, а где-то тут вот оно. Нужное нам место. Кровяной мешок. Светящиеся рощи. А тут у нас получается еще. Wake Tech Station. Рекламный плакат лагеря. Харбор. Follow the Kennet Ridge Road. Тремонт. Следуйте за дорогой Кенета. В Тремонте. Довольно грязная дорога. Офис будет с левой стороны. Станция Wake Tech Station. Наверное, она находится в лагере. По крайней мере, маршрут обозначен четко. Хорошо. Давайте смотреть. Осмотреть лагерь. Получается, нам туда. Ну, окей. Несмотря на эти... Ну, не смогла найти та тетка. Сможем найти мы. Было довольно просто, по-моему. Трапперы там тем временем с кем-то воюют. Интересно, с кем. Прям поближе посмотрим. А, судя по всему, со мной воюет. Любопытно. Ой, очень мало здоровья. Очень много радиации. Это печально. Надо срочно лечиться. Так, присесть бы надо. А, присел. Где был сделан сейф, интересно? На выходе? Твою мать. Твою же мать. Надо было так зафейлить. Сейф-то у нас не было давно. Наверное, автосейф сработает сейчас. На выходе из убежища. Ну да. Блин, дерьмово. Ладно. Придется быстренько еще раз осмотреть святые места. Да. Благо, хоть недалеко бежать особо. Зафейлили. Тупо, конечно, вышло. Очень тупо. Не уследил немножко за здоровьем. И был наказан. Что у меня состояние показать эффекты? Кротокрисия болезни. Да пофигу. Так, еще антирадин. Все, убьется полностью, нет? Должен. Ладно, понеслась. Давай, 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 запрыгивай. Запрыгивай, мать твою. Бежим снова до этих плакатов, до дебильных. Но благо, в этот раз мы сейчас довольно быстро. Мы уже знаем, что искать. И задерживаться абсолютно там не станем. Первое место, где-то тут должно быть наверху. 54 метра наверх. Давай, 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 давай. После второго плаката сохранимся, пожалуй. Чтобы больше таких ошибок не повторялось. Подожди, мы на том месте вообще правильно пришли? Да. Правильно. Музычка приятная очень играет на фоне. Реально приятная музычка. Так, окей. Есть плакат. Бежим к следующему. Похоже, говорит, на части какого-то послания. Ну да, ну да. Все правильно, похоже. Так, там у нас опять-таки сливают эти твари. Опасные. Их мы трогать не будем. Просто пройдем вперед. Давайте, наверное, предметы, помощь, отбивные. Остались у нас из гонщика-мутанта. Да, одна штучка. Минус 50 радиации. Немножко подхеримся еще. Лишним не будет. Все равно новое. Нахватаем дозу радиации сразу же. Так, берем из тебя плакат. Отлично. Проверяем карту. Да, мы на правильном пути. Все. Сейчас где-то тут надо сохраниться будет. Давайте, быстрое сохранение. Отлично. Уокит акстейшн. Ну и пойдем снова. Загряем к трапперам. Только на этот раз. Пробуем с другой пушкой. Ты что-то такое... С чем ты таким целяешь, интересно? Обалдеть. Господи, ты когда не сдохнешь или нет? Ну же. Давай. Минус глава одного. Минус глава второго. Но он все еще при этом жив. Был. Траппер ловщий. Блин, какая-то хреновая пушка почти ничего не отнимает. Безжалостный траппер. Ай, мимо пролетело. Твою же мать. Так, сдох. Траппер ловщий. Ой, как больно. Очень много радиации опять. Давай, антиатер-1 стимулятор. Окей. Диатин атома тут, кстати, были. То есть, они с демиатом, получается, сражались. Готов, родной. Вроде все. Если я правильно понял. Какие-то крутые ребята, короче. Судя по всему. Ладно, вот эта пушка у меня есть. Смотрите, как здесь лагают деревья. По хардкору. Любопытно. Что, хоть охраняли-то было что-нибудь ценное, нет? У нее, как обычно, шляпа одна. Вроде, как обычно, шляпа одна. Ладно, мы тем временем приближаемся к месту. Давайте, наверное, еще раз стимпак. И, пожалуй, быстрое сохранение тоже не мешает. Не мешало бы сделать. Так, погнали. Надо как-то подняться вверх повыше. Что, не нравятся мне совсем эти горы. По ним карабкаться. Лучше по нормальной земле бежать. Хотя она показана ниже, кстати. Но не важно. Давайте сначала продвинемся туда, куда нужно, в то направление. Потом уже ниже будем спускаться. Дошли. Вот он, лагерь. Осмотреть лагерь. Потрошки. Лагерь выглядит явно заброшенным. Тут что-то наверняка должно быть. Нельзя что-то. Смотрите, вон, например, какие-то шляпы висят. Что-то внутри горит. Сейчас посмотрим, короче. Винт, Медикс, банка с чем, прости? С кровью, нифига себе. Обгорелая книга и дневник Гвинет. Воспроизвести. Готово. Сообщения запечатаны. Я знаю, что рискую жизнь, но дети должны знать правду. Он пришел ко мне, когда я листал довоенную книгу. Я видел его. Блин, прерывало сообщение, потом еще раз послушают. Что так нихрена непонятно. Еще раз потом воспроизведем. Сейчас с волками разберемся. Еще где-то один есть. Но я не понимаю, где. Вот он. Суперматант разведчик, да ну нахер? Короче, там слишком дофига всяких ублюдков. Ладно, валим обратно. Волк напугал, конечно, меня, на самом деле. Да усрачки напугал, реально. Не ожидал от этого увидеть. Хорошо, давайте еще раз. Вспомнить бы, как теперь это называлось еще. Глазапись. Джейкль, Круза, Леви, Майкла, Райдера, Сальвия, Уэса, Эдди, Эммы. Сержанта. И все. Так, задание. Охота на ведьм. Блин. Так, стоп, ладно, карта. Куда мне надо двигаться? В церковь мне надо двигаться. Блин, как же ее звали-то, эту бабу? Ну, в общем, вопрос. Глазапись. Леви. Может, Сильвия? Или Эмма? Наверное, Эмма. Ну-ка. Нет, Эмма, Эмма. Сильвия? Нет, и не Сильвия. Ладно, иначе мы, короче, хрен прослушаем. Еще раз ее, видимо, не судьба. Ну окей. Критическое нападание по волку и еще парочку попаданий. Живучая подлака. Волчатинки возьмем. Похаваем потом. Ладно, давайте на этом, наверное, заканчивать на сегодня. Пожалуй, хватит. Спасибо вам большое за то, что были со мной. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Включайте колокольчик, кто не попустит уведомления. Также вступайте в группу ВКонтакте. И заходите на мой Инстаграм. Но для вас играла, комментировала Валда. Это была игра Fallout 4. Дополнение Far Harbor. До новых встреч. Пока-пока.